Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live. Обсудим новый влог «Все вместе на даче». Видимо, Сафарик хотел написать «Все вместе», а написал «Все вместе». Готовим чеснок к посадке. Место для компоста. Убираем свеклу. Хотя написано свекла. В общем, Уралочка рассказывает, что дождались они с Сафариком, когда Абдугани придет из школы. И, значит, приехали всем семейством на дачу. И показывает, значит, как Абдугани сидит за столом в беседке и учит стихотворенье, по которому он получил двойку. Слушайте, Уралочка из крайности в крайность. То льется сплошной негатив, просто ни одного нормального комментария не найти. То, слушайте, обливают Уралку медом и облизывают. А здесь опять решила выставить на посмешище пацана. Сделать из него двоечника. То он прям идеальный ученик, то двоечник. Причем, говорит, двойку получил, да, за стихотворение, которое не выучил. А пятерку получил, или что он там получил? По трудам. И Уралочка еще спрашивает у Сафара, по чем получил? Слушайте, вот мачеха не знает даже, как предметы называются. Ну, такая сказочница. Говорит, значит, Сафар ей отвечает, что по технологии. Ну, технологии-то я понимаю, что труды по-старому. И, значит, Уралочка, видимо, просто не могла запомнить, да, название предмета технологии. Но при этом говорит, что, ой, значит, так красиво пятерочка стоит, и рядом прям так некрасиво красуется двоечка. А как же тогда Уралочка смотрела, как красуются отметки, да, обдугани, если не знает, по чем он получил пятерку. Вчера, говорит, с ним бились, 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 бились. Интересно, каким образом бились. Учили, учили, и ничего не выучили. Слушайте, а когда учить-то было? Когда было учить, когда по ночи Уралка готовила, а обдугани учил стихотворенье. И выучил одну строчку, и она сама смеялась и рассказывала, что вот я решила у него проверить. И ржала, слушайте, ей смешно было, что он только там пару слов запомнил. Дальше Уралка сказала, что когда они из дачи приезжают, да, то обдугани уроки не делает, получается. Без их присмотра вообще не хочет делать уроки. Опять, слушайте, из крайности в крайность. То прилежный ученик, чуть ли не отличник, а тот опять ничего не делает, учится. Не хочет? Ужас какой-то, ребят. Она когда-нибудь закроет свой рот и прекратит обсуждать пацана. Или вот эти помои из ее рта будут литься просто бесконечно. Уралочка, ты лучше расскажи, как ты училась. В какой школе ты училась? Какие оценки ты приносила? И почему у тебя образования нет? Почему ты такая безграмотная и бестолковая? Лучше расскажи про себя. А то, слушайте, этого пацана сколько она уже поласкала. В прошлом году прилежный, идеальный ученик был. Прям отличник. Но почему-то отличника оставили на второй год. Здесь только начался учебный год, уже расхваливает. А тут вуаля! И опять двойка. И опять учиться не хочет. Пока они на даче находятся, он ничего не делает. И, видимо, за то, что он ничего не делает, уралка заклеивает холодильник, прячет пельмени по ходу на балкон или в диван. Ну, где у нее там свободно еще есть, свободное место еще есть в этой резиновой квартире. Так, чтобы невозможно было найти. И приходится обдуганье сидеть голодному, жевать доширак. И, конечно же, как же тут будешь делать уроки на голодный желудок? Ну, и дальше, как всегда, рассказывает, да, еле-еле чапает по этому участку. И рассказывает, что вот, приехали на дачу, компост будет, значит, копать в теплице сафарик. Говорит, ты оденься, уже якобы прохладно. Переживает, ребят, переживает за любимого мужа. Ну, и потом, слушайте, дочапала, плюхнулась, уселась. И решила рассказать опять про то, как обдуганье учил стихотворение. Да, изначально сказала, ой, стихотворение маленькое. Но вот он запомнил там пару строчек и, в общем, забыл. И поэтому двойку получил. Ой, пропустила. Перед тем, как она плюхнулась, чтобы рассказать уральские сказки, да. Да, значит, она проконтролировала процесс. Сафар надувал, накачивал мячик, да. И это же надо было этот процесс проконтролировать, да. И подсказать, если что, вдруг сафар не сможет или у него не получится накачать мячик. Слушайте, ну, прям шагу ступить сафару не дает без камеры. И везде свои эти пять копеек надо вставить. Сама, слушайте, не в зуб ногой, как говорят, да, абсолютно ни в чем не разбирается. А везде свой нос, ну, просто нужно всунуть. Просто везде. И слышали, что она сказала? Дуня, берегись. То есть, получается, обдуганье издевается над кошкой? Дуня, берегись. То есть, по Дуне он будет мечом шарахать? Ну, я так поняла, ребят. При чем тут тогда Дуня, если мечом играют вообще-то на улице? А здесь, Дуня, берегись. Короче, странно как-то, правда же, ребят? Такое чувство, что действительно обдуганье ее мучает. И, возможно, да, какими-то игрушками запускает в нее, раз уралочка так выразилась. Да уж, ребят, мне уже страшно за эту Дуню. Стоит, контролирует процесс. Потуже, говорит, надувай. Да нет, говорит, еще потуже, надувай. Ой, ребят, это что-то и с чем-то. Вы знаете, я поражаюсь, какие железные нервы у Сафара. И это лишь по той причине, что он почти у цели. Поэтому он все терпит и терпит. А так бы, я не знаю, мне кажется, послал бы он ее уже давным-давно и далеко. Но уралочка для него ценный экземпляр. И приходится молчать. Обычно, знаете, у таджиков жены помалкивают. И лишний раз слова не скажут. Просто так, впустую. А здесь приходится помалкивать таджику. Потому что у него вот какая жена. Ага, прям слушайте, начальница над ним. Ой, ребят, это на самом деле так позорно. Когда таджик, он как будто присмыкается перед женщиной. И понятное дело, что это ради выгоды. Но это настолько выглядит позорно. Ну вот я серьезно, ребят, говорю. Ну и, конечно же, Абдугани было интересно, что папа накачивает мяч. Он выглянул. И здесь уралка свои пять копеек вставила. Говорит, ну чё, как там? Продвижение стихотворением подруга дней моих суровых. И тут же Абдугани спрятался. Вот слушайте, как бы ни было, какой бы ни был мальчишка, и откуда бы он не приехал. Это ребенок. Мне серьезно, ребят, просто жалко его до невозможного. Это столько унижений приходится ему терпеть от мачехи. И это мать ревды похомячьи. Прям мать, которая ему заменила настоящую маму. Прям заботится неизвестно как. И неизвестно как унижает. Причем, слушайте, это уже как постоянство. Не может она, чтобы не унизить его. И мне кажется, она самоутверждается на Абдугани. Она как раз-таки пытается выставить себя такой деловой, умной. А на самом деле, вот я посмотрю на Абдугани и на Уралку, мне кажется, она гораздо тупее, чем он выглядит. Это же надо быть такой жестокой, чтобы постоянно унижать этого мальчишку. Ну и дальше плюхнулась. Значит, напротив, за столом Абдугани не видно было. Плюхнулась она на, значит, эту лавку и показывает чеснок. Надо расшелушить, говорит, чеснок, во какие дольки. Сафар где-то там отошел. И, значит, у нее много работы. И решила она опять посплетничать, обсудить Абдугани, рассказать, скажем так, уральские сказки. Ребят, ну самые настоящие сказки. Сидит, значит, и рассказывает. Говорит, Абдугани ушел где-то к однокласснику там звонить. А я, говорит, подумала, что сейчас послушаем тут якобы стихотворение. Ну и понесло ее. Сначала затеяла разговор про грибы, что якобы она звала Сафарика за грибами. Что, говорит, вон, может опята есть. Хотя, говорит, уже есть, да, в лесу опята. Но потом переключилась резко на Абдугани. И, говорит, Абдугани там с кем-то разговаривает. Типа, пока он разговаривает, я вам что-то расскажу. Причем только до этого говорила, что якобы Абдугани пошел звонить другу. И, говорит, с кем-то разговаривает. Ну, понятное дело, с кем разговаривает. Или Уралочка опять заболталась, завралась, запуталась окончательно и опять ляпает лишь бы что. Я говорю, сказочница. И как раз-таки она запуталась с отметками, с предметами. И у Сафара тогда и, получается, спрашивала. По какому там предмету Абдугани пятерку-то получил? А то Уралочка смотрела-смотрела в дневник, пятерку-то увидела и двойку. А по какому предмету, видать, не рассмотрела или прочитать не смогла. Потому что, видимо, походу плохо научили ее читать. Ну, а дальше, ребят, меня просто смех пробрал, когда Уралочка решила рассказать Абдугани, да, про Александра Сергеевича Пушкина, про няню. Якобы Абдугани у нее прям интересовался и спрашивал, что жив ли сейчас Пушкин, и кто такая няня. И Уралочка, слушайте, как-то так расфантазировалась. Вот я не верю, что она действительно и рассказывала Абдугани все это. И это просто, что его нет за столом, она решила опять нафантазировать. Ребят, ну и сказочница, что Абдугани якобы так заинтересовала, и что жив Пушкин или нет. И потом он прям фантазировал в голове, какой пулей его убило. Ужас, ребят, и хотелось, слушайте, Уралке фантазировать. Но, знаете, я уже, если честно, и не удивляюсь. Вот она просто фантазирует, вот просто придумывает на лету. Вот она рассказывает и сочиняет. И это, ребят, уже просто видно. Видно, когда Уралка выдумывает. Это же надо быть такой сказочницей. Я и правда уже теперь не удивляюсь, почему ей резко захотелось открыть канал и читать сказки на ночь. Потому что, видимо, так она любит сама сочинять и сказочничать, что прям вот так ей захотелось людям рассказывать сказки. Да еще и на ночь. Ну и там она умудрилась обмануть писательницу, сказочницу и не отстегнула ей бабосов за то, что та позволила читать свои сказки. И таки получилось, что канал накрылся просто медным тазом. Ну и дальше, ребят, собиралась шелушить чеснок Уралочка сама. Вот скажите, неужели это такая трудная работа? Села себе и отделяй дольки. И здесь сама Уралочка, видите ли, не может справиться. И здесь понадобился сафарик, чтобы ей помог. Ужас! Это надо быть такой лентяйкой, чтобы даже с чесноком не справиться. Я понимаю, тыкать его в землю надо нагибаться Уралке. Но мы с вами видели, как Уралочка работает с лопатой. Поэтому я думаю, что здесь тоже ей несложно было бы. Но уже разбирать на дольки чеснок, чтобы понадобилась помощь. Но это что-то с чем-то. Сидит сафарик на корточках перед барыней Уральской и помогает ей разбирать этот чеснок. Слушайте, как будто на коленях стоит перед ней. Серьезно, картина такая, как будто барыня сидит, а сафарик на коленях перед ней встал. Дальше сказки продолжила Уралочка. Рассказала, что красным учительница в дневнике написала читать по 30 минут в день вслух. Ну, это возможно, ребят, это я не исключаю. И, значит, Абдугани сказал, что стихотворение расскажет Уралочке дома. И якобы Уралочка согласилась, и теперь он сидит, читает. Уралочка здесь решила спалить Абдугани, но только шепотом, чтобы он не слышал. Можно подумать, ребят, он не смотрит видеоролики. Можно подумать, он не понимает, как его унижают. Я вот и думаю, что у него периодически нет настроения, именно потому, что уральская мачеха постоянно выставляет его на посмешище. Ну и дальше Уралочка опять метелила этим своим языком, что вот она торгуется с Абдугани, ни тебе, ни мне, сколько там минут вслух читать. Переполоскала, короче, пацана по полной. Ну, а на что способна Уралочка? Ей, чтобы утвердиться самой, обязательно надо унизить кого-то. И здесь она, слушайте, приклеилась к несовершеннолетнему мальчику. Решила как раз-таки выехать на нем. Сафарику надоело стоять перед барыней на коленях, и он решил встать и стоя разбирать этот чеснок. Ну, а дальше вышло у Абдугани время чтения. Уралочка от счастья заржала. Ну, надо же было еще и поржать с него. Да, как кобылица. Серьезно, ребят, смех ее это что-то с чем-то. Ну и говорит, сейчас мы перекусим. Взяли с собой арбуз. Кто бы сомневался. Хотя, вы знаете, я даже немного удивлена, что взяли с собой пожрать. Обычно же Уралочка нажрется дома, а Сафарик у нее вечно голодный. А здесь-таки решили взять с собой пожрать. Наверное, это потому, что Абдугани с собой взяли и не хотели, чтобы пацан голодал. Хотя и здесь, ребят, опять же непонятно. Вон как роллы в себя запихивали. И плевать им было, что пацан голодный сидел в зале. В ожидании, когда же эти блохеры уже закончат съемку и пожиралова. Ребят, я понимаю, что мой обзор уже затягивается. А я не люблю, когда у меня обзоры очень длинные. Поэтому мы с вами вторую часть обсудим чуточку позже. Ну, на этом буду заканчивать. Временно с вами прощаться. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Ну, а я, как всегда, хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. И на этом временно прощаюсь с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. До новых обзоров, до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok